Вы из машины выйдете или отказываетесь? Если вы не выйдете, вы нарушите еще один пункт кодекса административных правонарушений, неподчинения указаниям полицейских. Этот конфликт между водителем и полицейским произошел на пересечении бульвара Кунаева и проспекта Рыскулова. По словам полицейских, водитель ехал с включенными противотуманными фарами вместо положенных обычных фар. Сотрудники полиции остановили автомашину и оформили на водителя протокол административного правонарушения, но подписывать его автовладелец отказался. Водитель автомашины в свою очередь позвонил на номер 102 и пожаловался на действия полицейских, а сразу же порядка на место происшествия вызвали прокурора. Не дожидаясь кульминации событий, водитель вышел из машины и расписался в протоколе, добавив, что с предъявленным обвинением не согласен. Вы продолжаете утверждать, что у вас фары были включены? Хорошо. Поставив подпись, водитель покинул место происшествия. Теперь, кто прав в этой ситуации, будет разбираться административный суд. Продолжение следует... В очередном серьезном ДТП в Шенкенте пострадали три человека. Авария произошла на пересечении проспекта Байдебек-Би и дороги, ведущей к микрорайонам Кайт-Пас. Здесь столкнулись автомашины Лада Гранта и ВАЗ-2114. Оба автомобиля двигались по проспекту Байдебек-Би. ВАЗ ехал со стороны города, а Гранта ему навстречу. Солкновение произошло, когда водитель Гранты повернул налево, не пропустив двигавшийся прямо ВАЗ-2114. В результате ДТП травмы получили три человека, ехавшие в ВАЗе. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи. Автомашины получили крупный материальный ущерб. Сейчас подробности этого ДТП выясняют сотрудники административной полиции. Очередной пожар сотрудники противопожарной службы зарегистрировали на территории акционерного общества Южполиметал. Там огонь вспыхнул в цехе по выпуску трансформаторов. В здании площадью 2100 квадратных метров загорелась кровля. Огонь охватил 70 квадратных метров. На тушение огня были задействованы 9 единиц техники и 45 человек личного состава. В течение 15 минут сотрудники противопожарной службы огонь локализовали, а еще через 12 минут полностью его затушили. В этом происшествии никто не пострадал. Ты надо заработал, пришли льда, тусквал Уэллсен. Не запринято. Выезжаем.